Давайте сразу. Суд в кавычках. Порядки живой очереди? Вы меня приглашаете? Сохраняем всех прав и свобод. Впервые лицо в черной мантии в моей жизни. Я, наверное, на 20 процессах участвовал. Впервые удалилась в совещательную комнату, чтобы вынести определение по ходатайству. Что-то не то происходит. Раньше ни один, так называемый, я не удалялся в совещательную комнату. А как вы процесс начали, не удостоверив личности и не разъяснив права? А вы кого потеряли? Живого человека, мужчина, Антон? Это не я. Я человек, мужчина, Антон. Человек, мужчина, Антон. Первая буква О маленькая. Заседание еще не открыто. Я требую ответить на вопросы. Является ли суд северенным? Нет ответа. Имеет ли суд право судить живого человека? Планяйтесь от ответа, нет ответа. Полный игнор. Вся ответственность на вас перед отцом. Я вас лишил всех презумпций. Будьте добры, удалитесь из зала. Капитан покинул корабль. Суд в кавычках. Не нравится ваша дневника. Суд в кавычках. Суд в кавычках судье, роль Елены Петровны. С требованием предоставить 19 документов, подтверждающих вашу личность в должности полномочия. Будьте добры, предоставьте, пожалуйста, чтобы я убедился, что это именно вы под маской черной мантии находятся в действительном суде. А как вы удостоверите вашу личность? Я не вижу суда. Вы не подтвердили свои полномочия? В Сургутске суда нет границ. Ну, нету. Они в налоговине зарегистрированы. А откуда они деньги получают, вот в чем вопрос. И на каком основании. Зарплату-то они получают. Вы считаете, вы обладаете объективностью и беспрецрастностью? Вы заметили, как судья уклоняется от предоставления любых документов, так называемых судей? Вас-то не удивляет никаких идентификационных данных? Зайдите ко мне на страничку в Facebook. Да. Ищите, ищите, ищите. Вы, находящиеся в данном помещении, в черной манте и в маске, называющие себя судьей. Я вас не слышу, говорите громче. А вы можете без маски говорить? Нет, к сожалению. Подождите. У нас за работу. А я не слышу. А мне разрешили? Ну, я погромче прогрессирую. Говорите, пожалуйста. Что-то у вас голос дрожал, нет? Нет, просто в маске тяжело дышать. Вы, пожалуйста, меня не перебивайте. Это к вам. Пусть протокол никто не ведет по факту. А вам не страшно на опасных лифтах, если не разбили мои мотивы, что вы заинтересованы и, возможно, ходите сговорить с ООО, УК, ДСВЖР и жилнадзор. Это мое предположение, вы его ничем не разбили. А, вы хотите проявить инициативу? Запрос сделать судебный. Запрос сделать. Я вас только за. Давайте. Нет. Вы что, это только начало. Я вам сделал последнее замечание. Либо, если вы не надеваете, либо не покидаете... Я вас услышал. Под принуждением. Под принуждением. Это не принуждение. Вы либо надеваете, либо покидаете помещение. Под принуждением. Ваши требования не основаны на законе. Подержи, пожалуйста. Вы можете даже обжаловать мои действия. Я вас обязываю, да. Извините, в меморамке можно пройти? Нельзя в меморамке. Под принуждением? Под вашей ответственностью. Я живой человек-мужчина, с основным именем Антон. Генеральный распределитель данной персоны. Это не для вас. Может, и гнобили. В порядке живой очереди? Да. А зачем кто-то по лесу пересылает? Ничего не понял. Вы меня приглашаете в сохранение всех прав и свобод? Да, проходите. Благодарство. А где? Судья. А уже заходите. Елена Петровна, где? Ну, пойдет, конечно. Я подожду, пока она придет. Вы меня приглашаете в сохранение всех прав и свобод? Благодарство. До начала судебного разбирательства я хочу сделать заявление. В заявлении давайте соблюдать порядок. Порядок соблюдается в судебном заседании. А я до судебного заседания хочу сделать... Нет, я бы хотел сделать заявление. Я живой человек, мужчина, созданный именем Антон. Это истина проявлена 22 июля 2018 года на федеральном канале НТВ. И никем до сих пор не опровергнута. Что означает? Она стала презумпцией истины на веки вечные и через 30 дней после выхода ролика на экраны ТВ. Видео доступно в сети интернет под названием НТВ признало живого человека. Благодарствую, Сургут. Я живой, живорожденный человек с собственным именем Антон, из рода Булгак, сын Николая. Гражданином Российской Федерации я себя не считаю и не являюсь им. Никогда никакой документ не подписывал, что я принимаю гражданство РФ. Также я не являюсь физическим лицом, личностью. У меня нет личности. Между мной и Творцом нет посредников. Нахожусь здесь под принуждением. Сохраняю за собой все права и свободы. Хочу для себя прояснить следующие вопросы. Является ли суд суверенным? Второй вопрос. Имеет ли суд право судить живого человека? Третье. Обладает ли суд достаточной фидуциарной материальной ответственностью, чтобы нести ответственность международным суде и трибунале? Четвертый вопрос. Понимает ли король Елена Петровна всю глубину ответственности перед Творцом за совершаемые действия над живым человеком мужчиной? За разрешение на оплату каких-либо услуг и действий живой человек мужчиной никогда не давал и не дает. Так как ответов на вопросы не последовало, то это подтверждает отсутствие полномочия и правового статуса суда. Право высшего статуса и право в данном помещении, закрывая все действия, лишая суд всех презумпции и требуя покинуть помещение. Без ущерба, без акцепта, без оборота на собственность, под принуждением человек-мужчина Антон, под вашу ответственность. Данное волеизъявление зарегистрировано в канцелярии. Вы его хотите приобщить материалом дела? Естественно. Пожалуйста. Это волеизъявление, адресованное именно к вам. Что? Через канцелярию приобщено. Так, тем не менее. Что у вас? Вы собираетесь подтверждать свои полномочия и покидать... У вас все. Я вас лишил всех презумпций. Будьте добры, удалитесь из зала. Я удаляться не собираюсь. Не собираетесь. Я вам объясняю порядок. Было бы таким образом... А на вопросы ответите? Предусмотрена статья 9.9.7. Все в свою очередь. Не переживайте. Поэтому при рассмотрении... Ну так в свою очередь. Я зачитал воздействие в линейке. Я требую... Я требую... Заседание еще не открыто. Я требую ответить на вопросы. Является ли суд северенным? Я вам объясняю порядок рассмотрения дела... Нет ответа. Имеет ли суд право судить живого человека? Я вам еще раз объясняю положение... Нет ответа. Третье. Обладает ли суд достаточной федуциарной материальной ответственностью, чтобы нести ответственность в Международном суде и трибунале? Я еще раз повторяю... Положение... Уклоняйтесь от ответа. Нет ответа. И четвертый. Понимает ли король Елена Петровна всю глубину ответственности перед творцом за совершаемые действия на живом человеком и мужчиной? А именно порядок рассмотрения дела... Нет таким неправым решением. Первое. Две рассмотрения дела... Нет таким неправым решением. Полный игнор. Вся ответственность на вас перед творцом. Какое дело воздействует... Так же проверяется... Елена Петровна, будьте добры, не закрывайте, пожалуйста, рот рукой хотя бы. Я не закрываю. Я вас плохо слышу. Будьте добры, пожалуйста, говорите погромче. Проверяется полномочия в законе представительного и юридического лица. Все равно тихо. Ну как могу, так я объясняю. А вы можете без маски говорить? Нет, к сожалению. Так, ну что, вам порядок рассмотрения дела в административном по нарушению. Есть ли? Нет, не есть. Не дайся. Не дайся. Так, ну что. Поступил материал в отношении булгарского Антона Николаева и в 4-й сутки 20-19 кодок с вами. Таким направлено в отношении. Дело рассматривается. Мировом собеседомо сейчас экономим. Редактор сурбукского 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 сурбукского. Отходы суда имеются? Суду доверяете? Я хочу сделать возражение. Вы меня спросили, я делаю возражение. Так. В первую очередь я хочу заявить ходатайство о ведении аудиопротокола. Так. В процессе судебного разбирательства обеспечить введение аудиопротокола в судебное заседание. Аудиозапись я вас перейду. Аудиозапись или аудиопротокол? Аудиозапись. Я требую от вас ввести... У нас в кодексе административного правонарушения введение протокола не предусмотрено. Поэтому, если вы хотите, вы можете записываться, что происходит. То есть, вы отказываете... Давайте, я дочитаю. Вы, пожалуйста, меня не перебивайте. Приобщить данный аудиопротокол к делу... Так. В процессе судебного разбирательства обеспечить введение аудиопротокола в судебное заседание. Это к вам. Приобщить данный аудиопротокол к делу в качестве вещественных доказательств. Рассмотреть хозяйство требований немедленно. В случае отказа в удовлетворении данного хозяйства требований немедленно вынести письменное мотивированное определение с отражением разъяснения, часть 2, статья 24.4, статья 29.12. Приобщить данный документ к материалам дела в качестве письменных доказательств. Без ущерба, без акцента, без оборота на собственность 21 октября 2020 года под принуждением человек-мужчина Антон. Под вашу ответственность. Да, я не вижу секретаря. Потому что у нас не предусмотрено в кодексе административного напронарушения. Как это не предусмотрено? У нас рассмотрение делral. У нас в кодексе административного напронарушения. То есть протокол никто не ведет по факту? Ни ведется. Да, у нас в кодексе административного Confl Bella Письменного протокола не будет? И аудио не будет. Но если вы сейчас заявляете ходатайство, вы удаляете в совмещательную комнату для разрешения вашего ходатайства. А вы судья? А вы можете подтвердить свою полномочию? Полномочия, пожалуйста, на основании я назначена на должность мирового судебного участка. Будьте добры, я перед началом судебного заседания, по-моему, позавчера, на правил выразъявления, в кавычках, к суде, мирового участка номер 10, к роли Елены Петровны, с требованием предоставить 19 документов, подтверждающих вашу личность, должность и полномочия, заверенные надлежащим образом. Будьте добры, предоставьте, пожалуйста, чтобы я убедился, что это именно вы под маской черной мантии находится в действительной суде. Я вас услышала, благодарение вашего ходатайства. Отказано? Поскольку ходатайство? В вашем волеизъявлении появлено, как волеизъявлении, отсутствует просьба, в которой необходимо принять мировую судьбу и профессиональное решение в соответствии со статьей 29.9 в кодексе административного правонарушения. А именно по результатам осмотрения дела административного правонарушения может быть вынесено постановление о назначении административного наказания о прекращении производства поделок административного правонарушения. Также выносится определение передачи дела судью и орган должностного медицинского полномочия, назначение административного наказания не выделяя размерами, поэтому не имея меры воздействия соответствия законодательства. Что касается моих полномочий, то, соответственно, что указано, озвучивая вам о том, что назначена она должность мирового судья. Я, пароль Елены Петровны, назначена на должность мирового судья на участке, на 10-й, сургутского судья, на районах, на 8-й, сургутского, на 8-й, сургутского, на 8-й, сургутского. На основании постановления Думы Компромиссийского экономического оборудования 30 мая 2017 года, номер 160, данные информации являются общедоступными, размещены в том числе, как на официальном сайте Мирового судья на Думы Компромиссийского автономного округа, в разделе «Новости», ну и, соответственно, на сайте Думы автономного округа, поэтому, пожалуйста, можете ознакомиться с информацией. Заверим надлежащим образом, предъявите, пожалуйста. Да, я вам уже разрешила заявление о ходатайстве. А как удостоверить вашу личность? Поэтому суд удается встречать у меня комнату для разрешения заявленного вами ранее ходатайства о введении подъема. Я не вижу суда. Вы не подтвердили свои полномочия. Я не вижу протокола судебного заседания. Прошу заметить, что судья покинула зал заседания, капитан покинул корабль. На основании прецедента и с полным основанием выражаю воле изъявления о перехвате и воле изъявляю о прекращении судебного разбирательства в основании прецедента. Я, как суверен в этой комнате, со всей ответственностью заявляю, дело закрыто, отклонено с основаниями и предрассудками. Что, пошли? Ты сделал это, именно запросил документы у администрации по поводу ее полномочия. У нее запросил? Нет, именно по тому, что ее назначили в суде и так далее. Но до этого подавал через канцелярию. Да. А на эти не было. А ты прописываешь именно, Татьяна, прописывать именно требуют именно ответы, мотивированные. Прописывал, прописывал. Алистрированы они у нас же нету, и работают в суде. Нету, и сургутского суда нету. Да. Только Ахмава у ГРН и есть. А иногда тут тоже нет. Например, если они боятся показать свою вот эту полномочие, то боятся покажись. Почему ты говоришь, что у ГРНа нет? У сургутского суда нету ГРНа. В смысле нету? Ну нету. Они в налоговую не зарегистрированы. А куда деньги уходят? А откуда они деньги получают? Вот в чем вопрос. И на каком основании? Зарплату-то они получают? Если по банковской системе судятся, то у вас... Нет, в смысле, налоговые вообще не зарегистрированы. Ну ты же считаешь, выставляешь именно, у них обновление было счетов. Они же все равно же именно счета-то уходят, и заследить можно, можно написать просто, и там видно... Так народ пишет, ничего не могут ответить. А в налоговую именно вот этот счет, если отставляешь у ГРНа, который есть. Из-за этого они судебно приставы подставляют. И те же шутки. Из-за этого виновно будет идти. Словите наши. Вот ребята вот такие. Так же, как и НИГДД наши, они 2 недели. Как вас увеличатся, Владимир Владимирович? Потому что все равно, наверное, на встречу народа вам придется все равно. Уже в Казани... Суханов очень приятно. Потому что в Казани уже с полицией милицию, уже на работу сберут. Я извиняюсь. Вам не жарко, просто можно... Нет, мне здесь... Нет, лучше пересяду, наверное. Нет, лучше пересяду, наверное. Ну можно. Если можно, то... Нет, нет, я ушел, пересяду. Давайте я здесь погиблю, сядьте сюда. Муж подушноватый. Впервые лицо в черной мантии в моей жизни. Я, наверное, на 20 процессах участвовал. Впервые удалилась в совещательную комнату, чтобы вынести ходатайство. Это определение по ходатайству. А от Белянина судья же убежала? Нет, ну что она... Я говорю, при мне, у меня в жизни. Суханов Евгений? Да. Евгений, вы заметили, как судья уклоняется от предоставления любых документов? Я не могу ничего применить. Так называемый судья. Вас-то не удивляет? Не удивляет. Будет удивляет, если... Никаких идентификационных данных. Заведите ко мне на страничку в Facebook. Да. Ищите, ищите, ищите. И флаг слева. Лево судья все-таки здесь. Российской Федерации. А где этот... Триколор? Он слева сборит. Я вижу, стоит. Он стоит запомнил. На полевом? А как еще и слева? Выходите нами. Мы с вами полномочиями. Мы с вами полномочиями. Это не знамя, это флаг. А знамя что такое? Флаг без флагштока. Флаг, да. Не, флагшток это на чем держится. Я не знаю, какую-то там вещь, это знамя называется, у которого идет как звезда на елочку. Такая пика. Без пики это флаг. Может, после принятия Конституции они убрали эти пики? Типа все, легализовались? Ну, я читал, не помню, где слева. Типа, маянная плавление справа, маянная плавление. Насчет меня все в интернете, а насчет вас давайте паспорт. А вы нет, вы обязаны. Будьте паспорт. Это же какие-то, блядь, постановления губернатора. Она в интернете. Вы вообще, вас не удивляет тот факт, что... Я не могу. Здесь сейчас у них не делается. Да, он... Ему лишь бы оттянуть лямку домой и тесто. У меня все в петлю. Он еще в свое здоровье сейчас кровит в течение дни. Вот что. Это же там только на входе был терьер весь такой, крыломахастый, в перьях весь. А ему что, отстояло домой? Ребята, так мне жалко. Честно говоря, хотя жалить нельзя. Потому что каждый человек должен осознать. А что жалить? Они добровольно пошли. Они могут запросто в улице пойти выбрать другую работу. Но они же этого не делают. Это их воля. Что, готовы до конца рабочего дня сидеть? Нет, я до 11 сижу, у меня буду младошь. А что здесь сидеть до конца рабочего дня? Уже все понятно? Сейчас выйдет. Скажет. Не факт, что выйдет. Может вообще не выйти. Ну, выйдет, собираемся, пошли. Что еще? Нет, выйдет именно так там. Все равно уже выйдет. Но не обязан. Ну, не обязан. Не, ну, если есть... Скажет по интернету. По интернету посмотрите. Я там что написал. Там решение будет. Да. Высоцкий. Мировых судей. Вместе с приказом о моем назначении. Ты знаешь, если убили человека, то нет разницы. Один человек об этом заявил или 20 человек об этом заявил. Все равно человека убили. Если, допустим, группа человек убил одного человека, это совсем другое наказание. А если один человек убил, это другое. Не согласен с тобой. Ну, смотри, допустим... Полгорода ездила на 8 лет на опасных лифтах. Не знали этого. Угроза жизни и здоровья. Кто-то пострадал. Как-то не знали. Многие жаловались. Кто-то пострадал. Пострадал, пострадали. А вот неизвестно. Пострадали. А это оставление в опасности тоже уголовное. Да слушайте, не перебивайте. Что вы за привычка перебиваете? Давайте тогда руку поднимать, и тот будет говорить. А? Ну, вот я поднял. Всего говорить. А если одновременно? Навязать свои боли. Если вы договариваться, то вообще никто говорит. Действительно, полгода, 8 лет весь город ездил на опасных лифтах. Она взяла устное предупреждение, вынесла управляющая компания. Это что такое? На момент вынесения постановления 14 июня 2019 года меня никто не уведомил. Возможно, они отправляли на почту в письменном виде. Но так как я находился не в городе, я не мог получить данное постановление и, соответственно, обжаловать его. Но Сургутский жилнадзор, у него было 10 суток, чтобы обжаловать это постановление. Они этого не сделали. То есть они согласились с этим решением полностью. Вот оно, это дело. Нашел я его на сайте мировых судей. Номер дела. Вот он. Статья 14.1.3, часть 2. Зарегистрирована 3 июня, они подали. Рассмотрели 14-го. Приняли решение в 11.00. И ни разу никто не обжаловал. Вот так у нас жилнадзор инспекции. Заботится о здоровье и жизни наших жителей. Это вопрос, даже видно, сколько мирового судьи. Потому что вы не согласны с решением мирового судьи. Не только я. Логика не согласна. 8 лет ездили на опасных лифтах, я делал висусным предупреждением. Это что за суток? Здесь кошмар. Какое неуважение. И она разве заслуживает уважения? Нет, конечно. Через некоторое время она уволится. Уволим мы еще ее. Что, дверь открылась или закрылась? Как вы что, облашается о предъявлении? Громче говорите, пожалуйста. Я могу так разговаривать. 25-й год, я вышел из-за этого участка. Минута, если чайкин, я вышел из-за этого. Минута, когда вы начинали сходить. Я вообще ничего не слышал. Вышел из-за этого. Вышел из-за этого. Съемкин. Благодарим. Дом 9-й, 20-й, 20-й, 8-й. В соответствии со статьей 25.1 Кодекса Вомердии. В отношении которой ведется производство Водительственной правонарушение В праве заведать хозяйство А также пользоваться именитационными правами В соответствии с данным кодексом Изучив поступившее ходатайство Ознакомившись с материалами дела В административном правонарушении Мировой судей не находит основания Для удовлетворения поступившего ходатайства ввиду следующего. Мировой судья определил удовлетворение ходатайства обеспечения введения протоколов судебных заседаний и аудиопротоколов судебных заседаний при рассмотрении дела административного правонарушения в отношении Булгакова Антона Николаевича. Все. Слаживайтесь. Так. Письменное определение вынесли, да? У меня следующее ходатайство. Воля изъявления. Так. Преступление данного сотрудника, например, получение или выдача взятки. Закройте, пожалуйста, окном. Запретить фото- и видеофиксацию судья имеет право только в двух случаях. При наличии оснований для проведения закрытого судебного заседания. Мы находимся, возможно, не возможно, а точно в открытом, неизвестно, судебном ли, возможно, в судебном заседании. В ситуации, когда проведение указанных мероприятий может привести к нарушению фундаментальных прав свободы. Так. Без ущерб, без акцепта, без оборота на собственность. 21.10.2020 года под принуждением человек-мужчина Антон. Под вашу ответственность. Если ваше ходатайство удовлетворяется, в любом случае, ваше ходатайство удовлетворяется, приобщается с материалом дела вы для изъявления ходатайства требований о видении видеосъемки в процессе. Поэтому препятствия тут не больше. Поэтому с недаватой, пожалуйста. Так, ну что, начнем? Подождите, это не все. Ну, подождите, я же вас ждал. Мы вас ждали. Ну, а я готовлюсь к видеосъемке. Это не быстрый процесс. Поэтому я, насколько вас, если я не права, вы меня поправьте. Вы сейчас податайствуете о том, чтобы признать протокол о внесении о правонарушении в связи с допущенными делами точностями. Как недопустимое доказательство? Нет, это ходатайство будет позже заявлено. Прочитайте внимательно. В конце я четко излагаю, что я требую. То есть нет, вы меня поправили. Нет, не так. Это будет заявлено позже. Я сейчас требую дать мотивированное объяснение относительно непредоставления документов, подтверждающих личность, должность и полномочия лица короля Елены Петровны, называющая себя судьей. Дать мотивированное объяснение, на каком основании может возникнуть доверие и на каком основании следует доверять лицу короля Елены Петровны, находящейся в данном помещении в черной мантии и в маске, называющей себя судьей. И третье. Дать мотивированное объяснение, на каком основании материала дела с начисленными нарушениями не были возвращены на доработку. А мы можем допросить и вызвать в качестве свидетеля Байко? Она уже не осуществляет по-моему, чем в качестве она в госу. Ну что, она осуществляла? Она здесь, в здании. Давайте вызовем в качестве свидетеля. Здесь, в сказании здесь. Ну что, давайте вызовем в качестве свидетеля. Я брала, что это не стоит. Не стоит? Вы сразу заранее отклоняете ходатайство? Нет, почему? Я сейчас удаляюсь вещества не отклонить, и это решение в вашем ходатайстве. В письменном виде, пожалуйста. Лена Петровна, можно спросить? Лена Петровна, а можно вот это? Я успею, кто-нибудь сходить? Закрылись. Нет полной ночи. Что-то, что-то не то происходит. Раньше ни один, так называемый, я не удалялся в совещать никому. А вы кого потеряли? Вас, конечно же. Живого человека, мужчина, Антон? Да. Ага. Так, ну что, оглашается определение... Подождите. А я не слышу, а мне разрешили бы... Ну я погромче тогда, в силу сказать. Говорите, пожалуйста. По словам, ты еще не можешь? Нет. Так, 21 октября 2020 года, мировой судебский участок номер 10, Согутско-отсветного района, ГОДО, СИНО ОЗМОЩЕНИЕ СОЛЬБОДА, КОНОСИСКО-АВТОМОНОЙ ОКРОГО, ИГРЫЙ ПОРОЙ, ВОТОМОЩЕНИЕ СОЛЬБОДА, ВОТОМОЩЕНИЕ СОЛЬБОДА, С Heaven's County КОНОСИСКО-АВТОМОНОЙ ОКРОГО, ИГРЫЙ ПОРОЙ СОЛЬБОДА, ИГРЫЙ ПОРОЙ СТЕРВИЙ СОЛЬБОДА, PM2, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я вам об этом написал в предыдущем выразделении. Читаю дальше. Все мои требования по 19 документам основаны на законе. Вы их не исполняете и даже не комментируете. Не были даны исчерпывающие и мотивированные объяснения, на каком основании материала дела и многочисленными нарушениями протокол оформлен на несуществующую персону с недействительным паспортом, не были возвращены на доработку. Ранее 14.06.2019 в 11.00 под председательством ИО Мирового суди судебного участка номер 9 Король Елена Петровна состоялось судебное заседание по административному делу номер 5-11.01-2609-2019 по части 2 статьи 14.1.3 КАПРФ в отношении УК ДСВЖР. Понимаете? Резонансное дело. Весь город на опасных лифтах 8 лет ездил, а вывозное предупреждение вынесло в связи с малозначительностью нарушений. А если вы или кто-то из ваших близких пострадал на таком листе, все равно бы было малозначительно? Молчание, честный ответ. Рассмотрение данного дела было инценировано мной через многочисленные жалобы в жилонадзор с требованием привлечь управляющую компанию к ответственности за многочисленные и грубейшие нарушения лицензионных требований. Самое серьезное из которых это то, что полгорода уже более 8 лет пользовались лифтами в сроке эксплуатации, которых истек по сути, и по сути эти лифты были опасны для здоровья и жизни всего населения города Сургут и для его гостей, и для вас в том числе. Жалонадзор по непонятным причинам решил передать протокол в мировой суд, исполняющий обязанности мирового судья Король ЕП, которая вынесла постановление и освободила отвечка от административной ответственности и ограничилась лишь устным замечанием в связи с малозначительностью правонарушения по статье 14.1.3 КАП РФ, по которой предусмотрен штраф от 250 тысяч до 300 тысяч рублей. При повторном привлечении за год по этой же статье ООО УК ДСВЖР грозило бы дисквалификация и лишение лицензии. Мы реально могли это сделать? При этом Жалонадзор не посчитал нужным обжаловать данное решение, хотя на встрече с представителями Жалонадзора нас пытались убедить о том, что они делали все возможное для населения. Само постановление от 14.06.2019 мы увидели лишь через 4 месяца после его вынесения, не смогли его обжаловать. Я находился в вынужденном путешествии, вы прекрасно об этом знали в связи с захватом моей квартиры. За это время ООО УК ДСВЖР в экстренном порядке устранило все нарушения, в том числе поменяли все лифты во всех подъездах на новые. Вместе с тем, вместо тех, что служили уже более 8 лет сверх нормы, в 25 лет, всего 32 года, и были опасны для здоровья и жизни. Наверняка, поспрашивайте у знакомых, в прошлом году полгорода поменяли лифты. Король ЕП по каким-то причинам посчитала, что угроза жизни и здоровью всему населению города Сургут в течение более 8 лет по каким-то немыслимым причинам является малозначительным правонарушением и ограничилась устным замечанием. Данное обстоятельство вызывает у меня огромные сомнения в объективности и беспристрастности лица короля Елены Петровны, называющей себя судью. Данные факты более подробно освещены на YouTube-канале Сургут-надзор в видео под названием «Лифты убийцы или геноцид по устному замечанию» 2019-1031 Сургут. Видео доступно по ссылке, указано. Учитывая, что данное дело, прозванное в народе «Лифты убийцы», получило широкую огласку и вызвало широкий и острый общественный резонанс, так как в видео высказывается предположение о возможном сговоре ООО УК ДСВЖР, Жилнадзора и Король ЕП с целью освободить от ответственности управляющую компанию, считая, что Король ЕП лично, прямо или косвенно заинтересован в разрешении дела номер 05-1110-2610-2020 по статье 20.19 АПРФ. Так как автором данного видео являюсь я, предполагая, что Король ЕП приняла материалы дела с многочисленными нарушениями, полностью игнорировая действующее законодательство с целью отомстить мне за вышеупомянутые видео путем вынесения очередного неправосудного решения, возможного по указанию ООО УК ДСВЖР. То же самое относится в отношении бойкот. Про нее тоже было видео, как оно закрывалось от людей в своем кабинете, когда люди пришли и знакомились с материалами дела. Это вы считаете все справедливо, да? Вот всеобщий благодать, да? Ясно, ясно. Читаем дальше так. На основании высшего изложенного и руководства в действующем законодательстве ООО УК ДСВЖР. Первое. Выражая свое полное недоверие Король ЕП, выражая сомнения в объективности и беспристрастности Король ЕП, считая, что Король ЕП лично, прямо или косвенно заинтересован в разрешении дела, и на основании части 2 пункта 1 статьи 29.2 КГП РФ заявляет вот лицо Короля Елены Петровны, называющей себя судьей. Второе. Требую немедленно вынести письменное и материальное определение по данному отводу с отражением разъяснения. Третье. Требую приобщить данный документ к материалам дела номер 05-1110-2610-2020 в качестве письменных доказательств. Без ущерба, без акцепта, без оборота на собственность 21 октября 2020 года. Под принуждением человек-мужчина Антон. Под вашу ответственность. Данный документ требую приобщить к материалам дела, он подается в писанном виде. Что, стоп. Вы сказали, что ходатайство удовлетворяйте? То есть вы удовлетворили отвод? Я его приобщаю к материалам дела. Так приобщаете или удовлетворяете? Я удовлетворяю заявление. Вы просите приобщить к материалам дела, я удовлетворяю заявление в вас подратик. А, я думал полностью еще ходатайся. И удовлетворяю своей тщательной помощи для разрешения вам приедуть. Пропустите, пожалуйста, слушайте, Елена Петровна. Он только что выходил в воду, принес пить ее. Пропустите, пожалуйста. Елена Петровна, вы долго будете отсутствовать? Ну, минут 10, как обычно, да? Можно на перерыв сходить в туалет? Вы можете? Если только мы не будем, то что? Вам нет. Вам нужно письменно это ходатайство об объявлении перерыва на 30 минут? Нет, 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 надо есть. Сколько у нас времени есть? Ну, смотрите, это ваша шкафа. 10 минут, я думаю, что достаточно? Сейчас сколько времени? 15-19. Давайте в 15 минут соберемся. В 12-15. Да, давайте. Договорились. Вот, тогда что? Зал, проходите. После Елены Петровны. А, что Елена Петровна? Я ее запретил. Я опровергнул все презумпции. Она не опровергла. Так, определение, город суду 21-го суда 2020-го года, мировой судебный участок номер 10, судно, с его объективностью и бесстрастностью король считает, что король лично херен или коснему заинтересован в разрешении. Дело и на основании пункта первой части второй статьи 29.2 кодекса в административном правонарушении заявляет отвод лицу король Елена Петровна, называющий себя судьбой. Мировой судебный участок номер 10, судно, с его объективностью и бесстрастностью король лично херен или коснему заинтересован в административном правонарушении заявляет отводя номер один лицу. Значит, отвод вы сами себе не удовлетворили, да? Да. В чем время было? В зависимости отводства. А вам не страшно на опасных лицах ездить? В какое-то отношение я имею? Да так, вопрос слух. Там одна строчка добавлена про отвод номер один. Ну, про отвод номер один, мне кажется, дать мотивированное объяснение относительно отказа в удовлетворении отвода. Я вам сейчас определение только что огласила, поэтому я же в определении указала. Меня не устраивают эти объяснения. Вы не привели ни одну норму. И вы не пояснили, что не разбили мои мотивы, что вы заинтересованы и, возможно, ходите сговорить, сговорить, с ООО, УК, ДСВЖР и жилнадзор. Это у вас такая позиция, поэтому... Это мое предположение, вы его ничем не разбили, ничем не аргументировали. Я не согласна, поэтому... А то, что вы не согласны с моим решением об отказе в удовлетворении в ходатайстве, ну, это ваше право, вы можете как согласиться, так и не согласиться, поэтому... Ну, я вот и подаю возражение, я возражаю и требую дать пояснение. Поэтому я не зря его в отделении вам и объяснила, что в случае несогласия с итоговым решением в праве при обжаловании итогового решения вы можете обжаловать и промежуточные решения, в том числе и об отказе в удовлетворении в заявлении в плане по гордости, в том числе и об ответе судового. Поэтому считаю, что все-таки... Я свою позицию выспасываю. А то, что вы просите, что не в том объеме, не в том, как вам хотелось бы этого, я оценку своим решением праве даваю. Безмотивированно. Есть у нас в вашестоящей инстанции, поэтому только прав. Я от вас, как вы же называете себя судью, судья это должностное лицо, полномочное осуществляет право судья. По аналогии с ОПК. Так вот я от вас, как от должностного лица, коим вы назвали, требую мотивированно объяснить свои действия. Относительно отказа я вам еще раз подсказать. Ну, хорошо, я вас услышал. По определению, да. Я разрешила ваш вопрос. Возражение, вот это, текучие данные ходатайства в воле заявления, возражение номер два на действии судьи, в кавычках, вы его удовлетворяете или отклоняете? Про такой, вот это вот... Вот только что последний подал вам. В котором вы просите объяснить вам относительно... Требую. Мотивированное объяснение относительно отказа в удовлетворении от его... Да, да, да. Вы его удовлетворяете, вот это возражение номер два? Я вам удовлетворяю, я вам разъясняю причину, почему. Возражение подано в письменном виде, будьте добры, вынесите письменное определение. То, что у нас... Нет, это в том случае, если отказывается, если в письменном виде, я удовлетворяю ваше податайство... Ну, и чем вы мотивируете? И приобщаю к материалам дела, и мотивирую к тем, что раннее определение было вынесено по вашему полеизъявлению возражения о длинной действии судьи. Соответственно, в этом определении... Ну, а мотив назовите, по какому... Вот вы вроде как озвучили, а я не расслышал. Какие мотивы вы привели в качестве отказа в удовлетворении от ввода? Вы считаете, что вы вообще ни лично, ни посленно, ни заинтересованы? Я вас вижу в первый раз так же, как и вы меня в первый раз. Ну, и что, что видите? Мы с вами в нескольких делах уже пересекаемся, в трех как минимум. Нет, я считаю, что это условие голословно, условие... Голословно? Ну, то, что вы говорите, что я якобы заинтересована в том, что вы делаете... А вы мое видео видели? Нет. Не видели и не слышали даже обо мне, да? Ни разу? Поэтому я вас вижу в первый раз. А вы считаете, что вы обладаете объективностью и бесперсерастностью? А почему нет? Нет? Почему нет? Ну, потому что вы ничего не заметили в протоколе даже, что у нас оставлен на другую персону. Я вам еще раз говорю, что в определении ранее... Я помню, помню, Байко, да. ...в том, что да, это все будет разрешаться судьбой, при окончании в замечательном... Но это она не заметила, но вы-то тоже не заметили. При окончании вынеси, при принесении окончательного решения. Поэтому все нюансы, все это, все, конечно же, на это были обращены... Ясно, давайте ближе к делаем. ...концентка, да, это этим обстоит. Я не определением, а действием вашим. Выразившись, 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 выразившись. Пытайтесь переиначить все. Так, следующее. Волеизъявление, ходатайство, тире требования, скобка. Так, так, так. Подважь ответственность. Будьте добры. Так, и еще, брат, может быть, еще по поводу признания, невыпустимые доказательства, говорите, будет изъедать ходатайство. Да, это отдельный ходатайство. Давайте сразу. Уже ссылка на материалы дела прошла, поэтому попросите пригласить в судебное заседание, я так поняла, сотрудника, возбудившего дело административного проношения, не свидетелей, да? Всех полицейских, которые участвовали. Один протокол составил, другой протокол административного проношения, второй взял объяснение у охранника, третий, что-то там, а, протокол дедооставления составил, и еще два охранника участвовали, еще один охранник. Всех, да, кто так или иначе расписался в материалах дела. Занятые, кто будут при охранении протокола? Там все перечислено, почитайте. Вы мне скажите сразу, вы собираешься удовлетворитель или отказать? Что? А? Будете вызывать свидетелей, нет? Совершенно. А, вы примите там. Да, да, больше? Я думаю, я и прошу, давайте, может быть, еще такое-нибудь подозрительство, потому что касаемо материала в тело, ни полноты, ни точность. Нет, свидетели очень важны, и я не хочу нарушать порядок. Я понимаю, что свидетели важны, но я у вас вложу, и сейчас в прошлом, и что у вас материала, я вообще как-то визуков заявление, я не могу сказать, что материала, вы спросите, что я за развешиваю физку ваших монолитов. Дайте минуту, подождите. Это не я. Я человек-мужчина, Антон. Человек-мужчина, Антон. Первая буква «О» маленькая. Переходим к следующему. Перечисленных в вашем поле изъявлений по требованиям. Поэтому, считая целесообразным, на обсуждение нужно все же поставить вопрос о направлении органов, составивший протокол Каватийский тюрьмин. Соответствующий вопрос. Были ли попутки следствия, имели ли место быть, все-таки, знать, не позволяющий не следовать в судебный пункт как «за-то», то есть предупреждающий. Поняли, да? А, вы хотите проявить инициативу и требовать судебную, значит, судебную экспертизу, типа, да? Нет. Запрос сделай судебный. Запрос судебный. Я только «за». Давайте. предоставление информации все-таки, потому что, исходя из ваших доводов, ну, не знаю, ваших уже инфорций. Я позже предоставлю фотографию, доказывающую, что этих знаков нету на КПП-4. Ну, это все замечательно, но тем не менее, хотелось бы это не послушать. Ну, понятно, да. То я сфоткал, а то будет официальный запрос отсюда. Там, понимаете, ворота, они закрыты вот так, а они вот, их вообще не видно. Сейчас вы по фото увидите, я предоставлю. Поэтому для того, чтобы принять законное обоснованное решение, мне вот необходимо правильно отсутировать внимание на то, что потом не... И основание все-таки для возврата не есть. Ну, тем не менее, с учетом того, что исполняющая обязанности мировой судебрии приняло произносить дело. Угу. Ну, вот и сейчас. Ясно. Могу приходить к следующему ходу, то есть? Нет. Так. Воле заявления об исключении объяснения. Так, 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 так. 20-го составлен... А? Антон, вы хотите сейчас еще одно заявление по датальству? Да. Об исключении доказательства? Об исключении документа, который не имеет юридической силы. и... Так, пойму... Так, исключить акт. Нет, исключить, тогда давайте говорить следующий вопрос. Приобщить вот эти доказательства. Давайте прям... Давайте с них начнем. Потому что это самое главное. Так. Так. Воля заявления о приобщении вещественных доказательств в виде фотографии. А вы не можете выяснить, что вы хотите короткие спросить? Я и так очень коротко составил. Я бы мог расписать. Вот, дверь. Одна... Полторы страницы. Просите приобщить материалов дела? Вот так, да? Нет, я зачитаю полностью. Извините. Имею право. Так, в протоколе 6604 номер 0176839 дробь 7... Ну, если я из ОМВД требую какую-то справку, мне какая разница? В Свердловской области вы здесь требуете или в Сургутске? Я вам самостоятельно не буду с требовать. Нет, я хочу, чтобы суд истребовал. Нет, поэтому вы сейчас податусствуете об этом. Да. Вы приобщаете податусству к чему-нибудь. Суд в колочках. Ну. Нравится ваша, это, мимика. А ваша будет что-то? Какая рекомендация? Гребятский не вижу, поэтому... Без ущерба, без акцепта, без оборотов, на сошность. Да, удовлетворяйте нам правильным, с учетом того, что дали. Удовлетворяйте, да? Удовлетворяйте, да. Удовлетворяйте нам правильным за ответственностью за вопрос и за ответственностью за вопросом. Так, под принуждением человек-мужчина Валантон под вашу ответственность. Духи добрые, пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова